В полеводстве не утихают споры вокруг дороги. Жители одного из домов уверяют, им перекрыли единственный подъезд к участку. И теперь к ним не подберутся ни пожарные, ни скорая. Какой выход, видят юристы и чиновники, расскажет Юлия Анашкина. Муж сделал вот такую пропиночку, потому что грязно очень. Мы так заходим. И вот так мы каждый день обратно точно так же заходим. К дороге Новиковы выходят через соседский участок, потому что их территория со всех сторон огорожена забором. Выезд перекрыт. Мы не можем, машина не подъедет. Скорая, что-то случись. Пожар. Всё, мы сгорим. Моментально. Нам никто не проедет. Мы заблокированы, мы замурованы. Всё. Борьба за землю в полеводстве идёт уже семь лет. Всё это время Новикове судится с предпринимателем, который ведёт строительство на соседних участках. Недовольные утверждают. Их в прямом смысле ущемляют. С одной стороны забор, с другой куча щебня. Из-за такой парикады, говорят, жить в доме скоро будет невозможно. Раз машины инженерных сетей к нам подъехать не могут, у нас это выгребная яма, где идут стоки водоотведения. Вот в данный момент она уже всё почти заполнена. Это хватит буквально пару дней, чтобы можно было пользоваться домом. Пока всё, чего собственникам удалось добиться, это установки сервитута на два года. Однако, по словам их оппонента Александра Соколова, срок уже истёк, и сейчас суд на его стороне. А жильцы дома сами не хотят решать проблему. Ведь им предлагали как выкупить участки, так и построить дорогу. Дорогу это строил вообще я. Сам лично для подъезда своих участков дороги там никто никогда не строил. То есть им рекомендации были даны разработать проект планировки новый, с обратной стороны сделать дорогу. Там специально кусок оставили, по-моему, под детский садик. Ну вот они не хотят ничем заниматься. По словам Александра, накануне по этому участку спокойно ездил его трактор. Однако Новиковы утверждают, у земель есть владельцы, и они явно будут против проезда. У юристов больше вопросов к городской администрации, чем к участникам спора. Здесь, конечно, в первую очередь должна все-таки работать администрация города. То есть отслеживать подобные ситуации. То есть стараться, чтобы земли общего пользования все-таки не переходили в частную собственность. Но остается обращаться только в суд. В администрации Екатеринбурга людям советуют написать обращение чиновникам. На основании этого обращения специалисты земельного комитета в течение нескольких дней выйдут на место для проведения обследования и установления прав на земельные участки. Если владелец частного дома что-то нарушает, ему будет выдано предостережение для устранения нарушений. Впрочем, уже завтра на спорной территории проведут независимую экспертизу, которую назначил суд. Она определит, правильно ли размежевана земля. Тогда, возможно, вопрос с проездом наконец решится. Юлия Анашкина, Сергей Чайков, Новости 4-го канала.